давай режиссер это я могу сделать с моим горбом иди работай давай сюда я число не сказал дал дал бы ничего не сказал я скажу сегодня у нас суббота как всегда это рабочий день наверно 19 уже там написано внизу ну ладно и вот это закончили подготовку сегодня на этом пруду где делать слив воды как все наметилось так и есть высота больше 80 сантиметров вот внизу это самый пруд но очень широкая получилось 6 и будет 4 метра почти 10 метров да не почти а 10 вот братья стараются володя и никита никита хорошо долбит у него это получается сама то ему фамилию можно менять вместо колеснику отдал бнев долбит хорошо колесников все так мотается на колесах а долбить это что-то ну-ка володя подойдет смотри вот как володя долбит ну давай разница есть долбить никита не старайся выглядеть хорошо а давайте вместе бить я буду командовать как грибцы понимаете вместе давай подняли раз раз два 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 близко не надо там может обрушиться вот сходил замерил сейчас лагерный пруд там вполне можно обойти шестью семью метрами нынче могли бы поднять воду на 40 сантиметров дальше нам ничего нельзя сделать бульдозер стой с другой стороны брал непонятно почему так далеко от воды он стал вязнуть испугались почти на пузо сел едва вылез едва вылез вытащить его 17 тонн потерявки это немыслимо тут бы засух и поэтому все это бросили будет более засушливый год тогда можно будет кому-то меня может уже не будет тут но мы подготовили все возвели там дамбу вот это остается это сейчас вот долго подготавливают на повороте здесь слив будет 6 метров от сплошняком идет вот она дамба то ее видать вот по ней уже я на велосипеде еду володя ездит показал мне дорогу я-то сам бы и не поехал побоялся вот так многое мог бы еще сделать дескать бульдозерис до старенький он я по высшей шкале оценил его работу трактор с 83 где-то примерно года считай и он столько наворочил особенно посмотрите как он у надежды васильного для дома заросший кленом участок освободил там теперь такие бакси можно будет делать тут такую молву пустили что надежда васильна то чуть ли не чемпион стала и по удовлетворению просьбам мужа попросила грядки там какие-то счета он сделал я новую часто грядки там какие-то я расспрошу что-то я может не допонял алёша там не усинов говорил если он это говорил и сам придумал то он никакой не старый обрядец у тех юмора вообще никакого нету нету тяжелый юмор никон алексей михайлович это все придумал толкушки нас заставляли работать что-то в таком роде а из этого может так интересно сказать про учащихся тоже ничего этого нет это попутно говорю вот сейчас все наши эти завала остались тут мы еще есть ребятишками что-то делали а вот сейчас я постараюсь приблизить этот пруть его воду то почти не видно вот он как мы его и сделали этот лагерный пруд бывший камагориха а этот малаканиши назывался и вот я там посмотрел сейчас там ничего нынче нельзя было сделать такие камлыги главное высоко бугор и совершенно мокрая глина и он его таскал носил вот этот алексей бульдозерис он сделал все что мог вот тут тут у него шло ровно не застревал ничего и натаскал сколько говорено было даже в день отъезда когда уже все закончен расчет еще сюда его пригнал 3 ножа 3 чашки как сказать он принес сюда с запасом но у нас если все получится если благословенно так будет весной вот трехметровый слив 3 метровый 3 метра это что-то можете даже по себя отмерить 3 метра все это мы вымерли по уровню у нас нивелир у меня очень хороший нивелир очень хороший дедушка мой был егор и лариона еще на рев печеньком и он достался моей маме марии егоровне вот она тоже печи делала и уровень как-то сумела сохранить таких уровней я сейчас смотрю где нет то ли они лучше делают но не такие какие-то я привык а у мамы три брата макари филарет эмануил ушли на фронт погодки почти были 23 года там 22 все артиллеристы были и все не вернулись домой очень патриотические письма писали там деревне бригадирами были их уважали их нету и мама поэтому займасть заместила их всех у мамы нас было пять дочерей 5 сыновей вот и а уровень достался мне я 40 лет ходил с ним печь и делал это мой кормилиц владея это все по почти маленечко чуть-чуть потому что когда мы будем лаги ставить лаги будем точно вкапывать а по лагам тогда это потому что если вода даже низом пойдет то на лаги не дадут те идти а просто внизу будут доски то она прорвется и тогда все сметет все наши эти коры то вся работа все никита под подсыпь в эту в ямку быстренько чтобы успеть сегодня вот так так володя готовьтесь к концу если все уже закончено дальше а там дальше никак нельзя у черемухи продвинуть маленькой ничего упирается потому что низинка туда доска должна пройти да вот это вот дальше я хочу продвинуть дальше она может быть потребуется маленько на пол лопаты даже дальше если вот звонил долгов жене я просил у него грейдер тракторист этот работает на комбайне сейчас не дает она я горит сам сегодня приеду сюда посмотрю счету тебя хочу человек посторонний как будто он не посторонний коснулась мне выкупать книги денег то нету пенсия 5 тысяч он мигом 100 тысяч перевел и разговоров нету мне голубям охота семечки вот уже забросил 4 кажется мешка полных семечек щелкай на здоровье добрый женя долгов с подстепный начинал взял четыре с половиной гектара получилось там капуста или что он там собрал не знаю он тогда следующий год сумел 45 уже гектар я примерно так говорю еще вот у нас же 450 ну ясно дело технику надо обновил все новое поехал в бразилию какой-то опыт сейчас шесть с половиной тысяч тысяч гектар земли кормилец 2400 гектар только ячменя омске там все эти пиво заводы все от него это берут кукуруза рапс это масло какие-то делают из-за того технически но везде неудача то в прошлом году у него чуть ли не знаю гектар 300 уже созревшие все по в початках кукурузы не могли собрать вся пропала так мы все готовимся братья с богом